Друзья, всем привет по программе нашего клуба. Дети до 16 лет исключительно. Со второго класса мне сдаются школьные дневники на проверку, а также все без исключения, также до 16 лет исключительно, и дети и юноши сдают мне теоретические материалы. В группе 10-16 лет поддаются раздаточные материалы, они обязаны его пересказать. О группе 5, 6 и 7, 9 та же тема, но в стихе. Недавно в роликах я показывал, как происходила сама сдача, какая тема была. 5, 6 и 7, 9 задавали мне про героев стихотворения, а 10-16 лет наиболее знаковые задачи операции спецподразделения Альфа, где я служил. Каждый ребенок эмоционирует по-разному, поэтому любимая рубрика, они, дети все мечтают попасть в этот ролик. Ну не все, конечно, но большая часть все, объясню почему, потому что я очень со своей командой стараюсь сделать так, чтобы дети юмор понимали. Ну, улыбка, она не то, что продлевает жизнь, она сплочает, как ни крути. Поэтому ваше внимание, посмотрите, как в марте дети сдавали, и как у них происходил мандраж, не мандраж, и как они радовались или не радовались результату после сдачи у меня в кабинете. Ваше внимание на экран. Выходит радостный Барминов, он сдал, делится впечатлением с Григорьевым и от радости падает на стулья. Воспитанники наши готовятся кто как может. Саидов, Молов. Батаман у него вообще что-то постоянно падает. Он раздражается, нервничает. Это у него такое, видимо, опять обряд, я люблю это слово говорить. А это Кравцов сидит, вот головой пытается выучить материал, но у него не получается. Листок опять падает с зачетом. А вот радостный выбегает Назаренко, Артур. Довольный, сдал. Все его поздравляют. А Саидов, видимо, легко ему завидует. У Ватамана опять начнется сейчас истерика. Ну и истерика, он неизвестно что с зачетом делает. Кидает так вот, непонятно. Видимо, ему мало было в том зачете. Ну, в этот раз я его прилично накажу. Все падает у него. С фокусом. Сыркач. Как правило, дети готовятся очень эмоционально и очень громко. Вот Малкин нашел способ повторить материал. Два пальца в уши и про себя повторяет. Хотя, на самом деле, в детстве я сам таким образом готовился. Чтобы не отвлекаться на потусторонний шум. А вот выходит Саидов Дэнни. Да, он сдал. Прыгает. Радуется. Двоечники начинают подходить, спрашивать. А, и поздравлять его, конечно. Ну и спрашивают, что же я спрашиваю. А я всегда спрашиваю разное у всех. В этот раз они мне сдавали спецподразделение Альфа. Знаковые операции этого подразделения. Ну, где, в принципе, я служил. Малкин готовится к сдаче зачета. Все ему желают удачи. Посмотрим, на что он сдаст. И вот Малкин сдал. Какой-то жест в нем был победный. И спрашивают его. Ну, молодец, парень. Ватаманы Кравцов готовятся сдавать в очередной раз. Сейчас у них вот какое-то непонятное движение с зачетом. Они в пяточки играют друг от друга. Или это вот мистика такая, чтобы сдать. И вот выходит Назаренко второй брат. Радостный. Поздравляет его двоечники. Любители в прятки поиграть. Назаренко идет на тренировку. А остальные на тренировку не идут. Вот очередная группа готовится сдавать зачет. Кто-то спрашивает друг у друга. Кто-то неизвестно, что делает. Кто-то учит. Посмотрим. А вот тут произошло следующее. Я вышел. У меня выпали зачеты. И все сразу ринулись поднимать, чтобы заработать себе баллы. Чтобы я не так жестко принимал. Ну нет. Конечно шучу. В принципе мы в них воспитываем тактичность. Они в первую очередь тактично поступили по отношению ко мне. Так как я старший. И у меня упали бумаги. И решили мне помочь. Готовится сдавать Черненко Матвеев в белом кимоно. Повторяет. У него мандраж. Вот как раз стоит перед зеркалом. И любуется собой. Тут у него какие-то движения. Вот. Ну. Мы не танцем очень, конечно. Но и в том числе может быть. Иногда. В основном, конечно, это единоборство. А вот выходит Мерзликин. Еще раз говорю. Каждый проявляет себя по-разному. Кто-то тихо, спокойно. Кто-то прям на эмоциях. Начинает делать непонятные движения. Выходит Ману Киан. Немного в танце. Довольный сдал. Готовится сдавать Молов в красном кимоно. Братское рукопожатие с Малкиным. Мне как директору, конечно, приятно, что они друг за друга переживают и радуются. Искренне. Когда кто-то из них сдает. Но некоторые видно сразу, что чуть-чуть завидуют. Иногда. И вот Молов сдал. Не так, конечно, эмоционально, но довольный и радостный. Да. Да, он сделал это. Молодец. До сих пор радуется. А вот так перед моим кабинетом готовится сдавать железон. Это, видимо, какой-то обряд. Думает, думает. Все смотрят, что он делает. Но Дима не сдается. Учит. Повторяет. Чуть не упал. И сейчас он что-то задумал. Я не знаю, что он там увидел, конечно. И вот очередная партия тех, кто не сдал, готовится. Уже более старшая группа. 14+. Здесь и 15-летний, и 13-летний есть. И 14-летний. Вот Хабибалоев. Проводит, видимо, какой-то обряд перед моей дверью, чтобы сдать успешно. Но, забегая вперед, он, конечно, сдаст. Но за двойки и за тройки, которые не исправил, на три недели будет переведен в группу ниже рангом. В новички. Так, а вот уже в атаман проявляет нервозность, вкружение вокруг себя. Видимо, в детстве любил играть в Юлу. Хотя у него до сих пор детство. Уже. Ему только 12 лет. Выходит Хабибалоев. Да, он сдал. Поклонился. Достаточно такой творческий спортсмен. Любит танцевать, умеет танцевать. И очень коммуникабельный. Но, видимо, не до конца радуется. Почему? Потому что его перевели в другую группу. За тройки. Желесов смотрит, что там происходит. В моем кабинете. А вот Рощупкин, Богдан или Марк. Их два брата занимаются. Сдал с первой или с второй попытки. Довольный. Рассказывает, что я спрашиваю. А вот выходит другой Рощупкин. И да! Да, я сделал это! Спрашиваю вопросы. Ну, группа 14 плюс. Чуть побольше вопросов. На одну операцию больше. Вот, Рощупкин оставляет. Ватамана. Все переживают. В общем, да. Он доволен. Готовится в очередной раз давать желесов. Пытается учить. Забегая вперед, он сдаст с восьмой попытки. Но он все-таки сдаст. При этом не исправит свои тройки. В прямом смысле из моего кабинета вылетает Евдокимов. Довольный. Сдал. Обсуждаю с желесцовым сдачу. Сейчас пойдет на тренировку. Да, трусы из них вытащил. Но вы поняли. И пошел дальше. А вот с восьмой попытки сдал желесцов. Все его старания дали о себе. Знать. Счастья нет предела. Радуется. Не нарадуется. Звонит, видимо, родителям. Молодец. По крайней мере, не психанул и не убежал из клуба. Вот до сих пор радуется. Звонит. Да, да, да. Я сделал. Да, я молодец. Выходит радостный Аршакян. Молодец. Сдал. Улыбается. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова